А совершилось это в период катаклизма, гигантского катаклизма, на стыке рас, как это всегда происходит. Наша четвёртая раса, вот я всегда, когда говорю о катаклизмах эпохи Атлантиды, я обращаю внимание на вот эту картину. Это голубое солнце Атлантиды. Это осколок из Вечности, осколок из четвёртой расы, который я принесла вам как информацию, как маленькую открыточку космическую, чтобы вы могли включиться в этот поток, вспомнить самое себя, осознать, что все вы люди космоса, люди Вселенной, и жизнь не завершается в одном только теле, жизнь постоянно продолжается, так как и сознание ваше работает, но сознание постоянно эволюционирует, всё эволюционирует во всех мирах и пространствах. Вот это тот период, когда ещё Атлантида была прекрасна, крылья Гипербореи были раскинуты над планетой, а были такие две народности, Гиперборея и Атлантида. Это тоже как Украина и Россия нынешние. Я люблю сравнивать на сегодняшних наших кармических примерах, нашей повседневной жизни земной, я иллюстрирую с теми космическими фрагментами истории, которые были в прошлом. Ну, я уже неоднократно сравнивала Украину с Сириусом, а Россию с Орионом. Это две звёздные системы, взаимосообщающиеся, откуда и пришла жизнь на планету Земля. А пришла жизнь с Сурьи. Сурья, Русь, Солнце, значит. Но Солнце не наше, нынешнее это, а Солнце вот такого плана было, неоновое. Вот такой был спектр. Люди были очень прозорливы, им всё было открыто, всё было дано. Но не было опыта кармического, такого опыта, каким сегодня вы обладаете. И в этом ваш огромный плюс, потому что мы уже умудрённые жизни, умудрённые опытом, и теперь хоть куда можно идти, хоть в какое небо постигать.